События в Крыму оказывают негативное влияние на экономику России, заявляют эксперты. Ввод войск в Крым вызвал резкое падение рубля. Если такой курс продержится долго, банки ждут серьезные неприятности, считают экономисты. Их способность выдавать кредиты населению при текущем валютном курсе уже снизилась. Проблема в банковском секторе – это очень, скажем, сейчас неприятный момент, потому что фактически самым динамичным, скажем, сегментом роста российской экономики в последние годы-два как раз и был финансовый сектор. Кроме того, если Россия не выведет войска из Крыма, Америка и Европа грозят применить санкции. Однако здесь мнения экспертов разделились, и многие считают, что применение санкций невыгодно обеим сторонам. На мой взгляд, если бы был реальный инструмент и были реальные санкции, которые можно было бы ввести, они бы уже были бы введены. Другие считают, при резком ухудшении отношений между Россией и Европой и США, условия для инвестиций в российскую экономику станут менее привлекательными. Для этого не нужны какие-то формальные санкции. Это просто произойдет в силу, если хотите мягкой формулировки, охлаждения отношений между нами, которые, собственно, существенно охладили в последние дни. И то же самое произойдет с еврозоной. Это будет гораздо большим ущербом, если хотите, и недополученной выгодой, нежели чем те потери, которые проистекают непосредственно из самого конфликта с Украиной. Информационные потоки оказывают негативное влияние на людей, что влияет на экономические процессы. Эксперты считают, России грозит экономический спад и рост безработицы. Когда предприятие, например, в частности, не может сбыть весь тот объем продукции, который могло и произвело, это значит, возможно, что прибыль этого предприятия упадет. Но прибыль падала уже и в прошлом году. Возможно, в этом году она станет отрицательной. Возможно, это предприятие уже закроется в этом году. Кроме того, исключение России с большой восьмерки тоже создает для страны серьезные экономические риски, считают эксперты. Изменить ситуацию смогут только реальные политические реформы. Вот это то худо, которое, может быть, нас заставит, наконец, задуматься над тем, что у нас есть своя страна, со своим народом, со своей ресурсной базой, со своими заводами, со своими производствами, и что надо заниматься ими. Многие россияне также думают, события в Украине обязательно отразятся на их жизни. Повлияются на экономику и России, и Украины, и Европы, и Америки. Все взаимосвязаны, рынки взаимосвязаны, любые колебания информационные влияют. Плюс сейчас война идет, как в России информационной, так и в Украине. Здесь что сделать? Крым – это исключительно такая стратегическая позиция, по сути дела, для Российской Федерации. Я вижу, что финансовые рынки очень горно реагируют, и за один день теряют огромную капитализацию компании наши. Это серьезный удар по экономике, который пока приходится на компании, и, может быть, такой обыватель, в хорошем смысле, он пока не чувствует. Но он мог почувствовать это через какое-то небольшое время, увидев повышение цен или любые другие плохие последствия экономического кризиса. NTD, Москва Субтитры подогнал «Симон»